Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Мы представляем проект RUNWFE и компанию процессной технологии, которая этот проект разрабатывает. Сначала несколько слов про саму платформу. Программы этого класса иногда называют офисные конвейеры. Это такие системы, которые раздают задания исполнителям. Исполнителями могут быть как сотрудники предприятия, так и компьютерные системы. То есть эти системы устроены следующим образом. Деятельность предприятия представляется в виде выполняющихся бизнес-процессов, которые содержат схему бизнес-процесса. По этой схеме в экземплярах бизнес-процессов перемещаются точки управления. И в определенных узлах этой схемы они генерируют задания исполнителям. Ну и контролируют их исполнение. И вот эти схемы надо уметь разрабатывать таким образом, чтобы задания выполнялись исполнителями, скоординированно и в нужном порядке. Теперь на одной из конференций сколько-то лет назад, когда я рассказывал, как удобно у нас можно организовать взаимодействие лиц, которые согласуют различные документы, меня попросили также реализовать в системе работу с электронной цифровой подписью, как необходимый элемент последнего времени при работе с документами. Ну и вот мы реализовали работу с электронной цифровой подписью. Сейчас расскажем такой вариант простейшей работы с электронной цифровой подписью в системе. Да, для реализации, вот здесь написано, соответственно, библиотеки, которые мы подключили, и взаимодействие с электронной цифровой подписью у нас происходит через графические элементы формы, в которых выбираются соответствующие действия, ну, например, подписать или отказать, и такие элементики задачи сценария, которые размещаются на схеме бизнес-процесса. Ну, это мы сегодня покажем. Начинается работа с электронной цифровой подписью в том, с того, что в системе генерируется корневой сертификат. Дальше у пользователей генерируются, соответственно, свои НЦП, которые состоят из закрытого ключа электронной подписи и сертификата. Все это хранится в соответствующих контейнерах на сервере. И дальше разрабатываются схемы бизнес-процессов, у которых в процессе взаимодействия исполнителей происходит соответствующие вызовы работы с электронной цифровой подписью. Сейчас мы покажем на демонстрации, собственно, как это все делается. Сейчас мы покажем среду разработки. То есть система состоит из двух частей. Это среда разработки бизнес-процессов и среда исполнения бизнес-процессов. Вот это такой дизайнер бизнес-процессов, в котором бизнес-процессы разрабатываются. Соответственно, мы видим здесь бизнес-процесс, работ которого мы сегодня покажем. Зелененький кружочек – это стартовый узел бизнес-процесса. В него в экземпляре помещается точка управления, она дальше идет по стрелочкам. Вот маленькие квадратики – это некоторые технические действия, которые не очень интересны бизнес-пользователю. Например, фио текущего сотрудника в какую-то переменную записывается и так далее. Вот дальше первый прямоугольничек – это содержательное действие, где происходит подписание. А вокруг него стрелочки, которые обратно идут, это цикл по списку сотрудников, которые должны подписать документ. Ну или, соответственно, отказаться от подписания. Давай сейчас мы посмотрим под процесс. Это то, что происходит внутри. Мы видим, что большой прямоугольничек, на котором написано «подписать документ», это задание сотруднику, которое потом при исполнении откроет форму. Из него выходят две стрелочки. Одна стрелочка соответствует тому, что сотрудник говорит, что «да, я этот документ подписываю», а другая стрелочка тому, что он отказывается подписать. И вот после стрелочки, где он согласен подписать, есть вот этот маленький квадратик. Собственно, в нем и происходит подписание. То есть в форме принимается решение, а потом, значит, вот здесь автоматический скрипт производит подписание документа. Ну, давайте теперь мы перейдем в среду исполнения, покажем, как это работает. Так, вот мы зашли под определенным пользователем, по-моему, Иванов, там справа в верхнем углу. Вот, и теперь он запускает бизнес-процесс последовательного подписания документов. Это стартовая форма бизнес-процесса. Экземпляр пока еще не запущен, он вводит начальные данные. Да, там, значит, вот, загружает файл, который нужно подписать, значит, и, соответственно, запускает экземпляр бизнес-процесса. Так, мы видим, что экземпляр бизнес-процесса запущен, там номер 92, а, 97. Да, вот смотрим это значение в переменных, а внизу схема, давайте внизу покажем схему исполняющегося экземпляра. Вот, соответственно, точка управления у нас прошла, вот то, что зеленым отмечено, вот эти вот элементики, и находится сейчас в подпроцессе композиции. Давайте мы кликнем на подпроцесс композицию и посмотрим, что там внутри происходит. Значит, внутри первый сотрудник, который должен подписать документ, получил соответствующее задание – подписать документ. Сотрудник – это у нас фамилия Подписалкина, это такая дама с фамилией Подписалкиной. Давайте мы сейчас зайдем под логином этого сотрудника и этот документ подпишем. Да, вот у нее задание – подписать документ. Соответственно, мы на него кликаем. Возникает форма, в которой можно этот документ скачать, посмотреть, соответственно, кто запустил там, ну и так далее. Вот, значит, давайте мы его… А, давайте откроем документ, посмотрим, что там нет никаких ни штампов, никаких подписей. Вот это простейший документ с простейшим текстом. Мы видим, что на нем нет никаких штампов и на нем нет… Соответственно, этот PDF-документ, он никем не подписан. Вот, давайте его закроем тогда и теперь кликнем на то, что мы… Да, вот мы поставили галочку, что документ прочитан. Это вот так принято в системах документа оборота. И кликаем на Подписать. Соответственно, задание у нас выполнено. В экземпляре бизнес-процесса давайте посмотрим, что он пошел дальше. Во-первых, мы видим, что весь Подпроцесс мы прошли. И прошли, главное, через вот этот вот элементик, который, собственно, подписывает документ электронно-цифровой подписью. Так, теперь давайте Подпроцесс закроем. Вот, сейчас и внизу увидим, что мы вышли из Подпроцесса. Да, мы вышли из Подпроцесса, вернулись обратно, поменяли Подписывающего, и теперь на следующем цикле подписывать должен уже другой человек. Человек по фамилии Подписалкин. Вот, давай теперь мы войдем под… Соответственно, вот его задание. Давайте мы его выполним. А, да, давайте мы посмотрим, соответственно, что тот файл, который он получил. Здесь мы видим, что файл уже подписан одним человеком, у него есть штамп, значит… Ой, в общем, поменьше. Вот, и, значит, там можно нажать на, собственно, проверку электронной подписи, и мы увидим, что, значит, вот одна подпись. Вот. Так, ну теперь давайте подпишем, значит, вторым пользователям. Так, подписали, да? Ну, теперь мы из цикла вышли. Все, кто есть в списке подписывающих документ, подписали, ну, или там отказались при негативном сценарии. И теперь инициатор у нас увидит результат, что документ подписан, значит, всеми пользователями. Вот, у него задание посмотреть подписанный файл. Соответственно, здесь можно посмотреть файл, можно посмотреть всю историю его изменений, можно открыть, да. Вот, и здесь мы видим, что подписи уже две. И, соответственно, опять мы видим, что, значит, обе подписи действительные, значит, кто подписал там, значит, и так далее. Так, ну вот, собственно, это то, что мы хотели продемонстрировать. Давайте мы перейдем к вопросам. А, да-да-да, давайте мы еще корневой сертификат покажем в самой системе. То есть, где у нас корневой сертификат и сертификат пользователя. Собственно, где у нас это все хранится. Вот это в системе у нас появился вот такой раздел, корневой сертификат. Вот, соответственно, есть команда, можно его экспортировать для того, чтобы зарегистрировать в операционной системе. Вот, и у каждого пользователя можно сгенерировать… А, да, и сгенерировать. Значит, на основе корневого сертификата можно сгенерировать сертификат пользователя. Сейчас мы выберем кого-нибудь, вот у кого еще сертификата нет. Да, так, мы под администратором, да, сейчас. Вот, и, соответственно, вводим данные. Так, это английский, наверное, не подходит. Вот, да, значит, а там что-то такое заполнено у нас можно. Так, и что у нас там главное? Так, сейчас, а мы уже сгенерировали, да, что ли? А, хорошо, хорошо, да, значит, мы вот сгенерировали подпись, не введя в него все, так сказать, все данные, теперь мы ее откорректируем. Вот теперь у этого пользователя в соответствующем контейнере находится открытый и закрытый ключи электронной подписи. Вот, ну, соответственно, давайте мы перейдем к вопросу. Скажите, а я правильно услышал, что сертификаты пользователям генерируются администратором, и пользователи в этом вообще никакого участия не принимают? Да. То есть, если я ваш администратор, я могу за вас генерить вашу подпись, и вашей подписью подписать что-нибудь. И вы потом не откажетесь от этой подписи, потому что она имеет юридические последствия какие-то. Гипотетически, да, если бизнес-процессы так вот составлены. Да, значит, вот, смотрите, да, наверное, по-видимому, это лучше было мне сначала объяснить. С точки зрения криптографической стойкости и так далее, и так далее, это все, мягко говоря, не очень надежно. Значит, в чем здесь дело? Вот нас в данном случае так очень попросили пользователей сделать. То есть, сначала у нас был такой вариант криптографической стойки, что в системе, значит, хранятся и передаются файлы, но когда их надо подписать, они выгружаются в файловую систему, значит, вызывается какой-то вот известный криптографический софт, ну, например, вот с графической оболочки Клеопатра, все подписывается, выгружается опять в файловую систему, загружается бизнес-процесс, и он идет дальше. То есть, вот с криптографической точки зрения здесь проблем никаких, даже вот в куларах одной из конференций мы всем желающим показывали, как это делается. Но подпись, значит, вот такая работа с подписью, обычным пользователям очень неудобно. Они говорят, ну что, я буду вот туда-сюда в файловую систему обратно все грузить, сделайте так, чтобы было удобно. А вот эта вся криптографическая стойкость нам не важна. Значит, мы предлагали промежуточный вариант, где, значит, сам документ подписывается нормальным образом, вот в стороннем софте, а мы только проверяем в бизнес-процессе. Но вот пользователям многих даже вот это не нравится. Они говорят, нам нужен внутренний документооборот, вот он совершенно, нам не нужна криптографическая стойкость. Но надо сделать, чтобы было удобно, чтобы был PDF, и вот чтобы вот эти вот штампики рисовались, вот, так сказать, прямоугольные. Ну, соответственно, вот это такой полярный вариант реализован с минимальной криптографической стойкостью. Есть максимальный, но он очень неудобный. Соответственно, код у нас открытый, да, и библиотеки-то у нас, соответственно, и не ГОСТовские, и не сертифицированные. Но по этому шаблону, вот если кому-то нужно, то можно подключить те библиотеки, которые, соответственно, нужно, и настроить таким образом, как, соответственно, нужно пользователям. Это такой, можно сказать, демо, так сказать, вариант, такой шаблон. А дальше каждый может, соответственно, делать то, что требуется. Но они сейчас хотят подписи, просто потому что их требуют, этих подписей. И им не нужна эта стойкость, но потом они поймут, что она им нужна. Не придут с этим вопросом? Смотрите, контейнер можно закрыть на пин-код, который будет секретный для пользователя. и, соответственно, генерации топпинг-кода можно оставить в пользу. А где контейнер-то, собственно? Контейнер баз данных в виде цепочки байтов. Здравствуйте. У вас презентация была очень похожа на бизнес-пользователь. У нас конференция разработчиков, у меня вопрос про разработчиков. У вас там был графический редактор, в котором квадратики, вот эти были стрелочками, соединялись. Кажется, что если масштаб организации 3-4 человека, то файн, а представим, что этим инструментом пользуется 500 человек. И вопрос. 500 человек за 3 года сделали большое количество макарон с помощью этого инструмента. Какие у вас есть инструменты разработчика для того, чтобы работать с техническим долгом, проводить массовый рефакторинг, ну и в целом поддерживать развиваемость? Вы имеете в виду макароны в бизнес-процессах? Дело в том, что у вас тут есть частичный бизнес-процесс, в котором люди что-то делают. А частично я заметил какие-то исполняемые блоки, задания переменных. И вот кажется, что с помощью вот этого можно вполне поиграться и сделать достаточно большую спагетти. Поддерживаем. Это в течение вот лет, это я рассказывал на конференциях, как мы работаем с бизнес-процессами. Там есть система фильтрации и поиска различных экземпляров бизнес-процессов. Потом есть возможности переключения экземпляров бизнес-процессов на новые версии. То есть вот если что-то пошло не так, если что-то в жизни изменилось, то есть можно прямо выполняющиеся бизнес-процессы переключать на новые схемы. Как отдельные бизнес-процессы, так и массовые переключать. Есть разного рода административные скрипты, которые можно запустить, они пройдут по всем пользователям и проведут нужные изменения. Система эта эксплуатируется… Ну вот характерный размер системы, на который она рассчитана, это около тысячи человек. И вот эти вопросы, они были отработаны за больше чем 15 лет эксплуатации. И конечно вот с такими проблемами мы сталкивались, и они были постепенно отработаны. То есть я могу подробно рассказать, как это все делается, но это лучше в кулуарах, потому что это достаточно долго, проблем было много всяких разных, они разные проблемы решались по-разному. Соловьев Олег, базальт СПУ. У меня такой вопрос возник. А что делать пользователю, который по каким-то причинам либо обнаружил, либо считать, что его ключ скомпрометирован? Я так понял из предыдущих ответов, что генерация новых ключей идет администратором. Да, то есть технически, ну вот там, где у нас все эксплуатируется в компании, там сделано формально, что есть администратор системы, подается заявка администратора с описанием, что вот что-то там случилось, и он чисто административным образом все это выполняет. А пользователь может свой ключ заблокировать, чтобы им никто другой не воспользовался? Вот в данной версии мы этого, так сказать, не сделали, но эта версия в значительной степени такая демонстрационная, но это сделать совершенно не сложно. Даже, соответственно, любой человек может скачать код и вставить туда блокировку. Извините, мы уже две минуты следующего доклада съели. Спасибо. Спасибо.